приветствую друзья всех на своем канале вещает ореховод практик сегодня 22 мая 2024 года давно я не выходил в эфир я думаю вы все уже соскучились по моим видео вам интересно как развивается сад после обрезки сейчас пройдемся я вам покажу провел я в этом году два опрыскивания уже препаратом висарол сейчас ожидается 3 опрыскивание у меня и затем я уже пройду между ряде мульчером дисковать в этом году я не буду между ряде причина заключается в следующем что у нас после зимы не было осадков были такие легкие пару дождей но они не вымачивали даже двух сантиметров почвы поэтому как вы видите и травы как таковой нет вот эта почва у нас вот такая после зимы и конец весны вот видите травы даже толком нет то есть засушливая у нас весна это первый фактор и второй фактор у нас были заморозки они в принципе были в разных регионах в разной интенсивности вот вот такие два момента значит обрезку я вам уже снимал после обрезки отрастает интенсивно прикорневая поросль так необходимая для питомника для дальнейшего размножения если бы я эту операцию не выполнил бы то и материала вообще и не было бы потому что вы сами все видели сильное загущение не дает развиваться поросли и куст уже идет исключительно только кустом ну какая операция как я сказал будет 3 опрыскивание висаролом мульчером прокашиваться между ряди а потом уже триммером будет прокашиваться между кустами это расстояние по урожайности трапезонт в этом году ну все так же все в своем репертуаре орехов очень много загрузка будет достаточно хорошая несмотря на то что я очень сильно конечно проредил свои кусты но урожая валом как вы видите урожая мне хватит для галочки скажем так пока еще все равно сад развивается но как вы видите урожая очень много сейчас орех начнет выполняться и эти все ветки начнут дружненько клониться к земле от этой сверх нагрузки вот когда бывают вот такие вот годы скажем тогда сверх урожайные то такого сильного интенсивного роста мы не получаем все равно мы его получаем этот рост в любом случае вот ну таких интенсивных прям больших приростов не будет но будет в районе я думаю метра где-то полуметра концу сезона я получу как вы видите лист хорошем состоянии все нормально стрессов нет на моей площадке в этом плане все нормально вот такой вот урожай лично старые штамбы я убрал поросль я убрал вот ненужную старую да скажем так двух-трехлетняя которая мне не нужна вот и где-то на 25 год я буду готовить материал следующая партия будет в двадцать пятом году потом дам опять перерыв пару лет и вот в таком темпе я буду заниматься трапезоном ежегодно делать материал грузить деревья открывать раны у меня желание вообще нет несмотря там на какую-то прибыль от саженцев до свой сад убивать желание у меня нет вот надо балансировать в этом плане грамотная балансировка нужно те которые саженцы которые подсаживались ремонтились они много ниже по росту они уступают час перейду в этот ряд тоже тоже самое порадовал меня в этом году как сработал опылитель сорт озимбаш допылял он отлично трапезунт сам конечно он сам себя хорошо не опылил нужны для озимбаша нужны свои опылители но у меня основной сорт трапезунт вот опылитель озимбаш подсажен для позднего допыления трапезунта у меня не как основной сорт поэтому он со своей задачей прекрасно справляется висарол со своей задачей отлично справляется снимать ролики сейчас пока времени нет часто вот периодически буду вам снимать после операции всем интересно просто так выглядит говорят что-то тебя давно не видно в ютубе у тебя с там все в порядке все в порядке друзья садом все в порядке просто много работы другой вот и не всегда находишь время вот так вот выглядит трапезун все растет все развивается все прекрасно и светопроницаемый сейчас хорошая ну конечно поросль поросль займет свое место концу сезона в любом случае но как мы видим все в порядке все хорошо